Я приветствую вас, возлюбленная и благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви снова в богослужении. Приглашаем всех. Наше богослужение начинается с причастия. И сегодня я хочу отметить юбилей нашей Церкви. Нашей Церкви исполнилось 10 лет. 14 октября мы сегодня решили это отметить. И я благодарю Бога за все подарки, за все благословения, которые Он благословил нас на десятилетие нашей Церкви. Дорогой Иисус, этот хлеб – это тело Твое, это вино, это кровь Твоя. Ты сказал, ешьте мое тело, пейте мое кровь, и будете иметь жизнь вечную. Иисус, ты хлеб, чаджи с небес, ты новое вино, Царство Небесное, ядущий Тебя, не умрет вовек. От престола Бога и огоносотечу от рейка жизни, наполняя и омывая меня лично и все сферы моей жизни, и весь круг моей жизни, божественной жизнью. И тех, кто меня слушает. Я благодарю Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, за то, что Царство Твое Божие распространяется по всей вселенной, через мой Тебе, Господи, служение во имя Иисуса Христа, и через тех людей, которые слушают меня во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, и я благодарю Тебя, Господи, Аллилуйя, что Ты меня используешь, что Ты живешь во мне, и Ты действуешь через меня, и Ты, Сын Божий, являешься через меня. И я благодарю Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, за эту честь и привилегию во имя Иисуса Христа. И сегодня открывайся нам еще больше во имя Иисуса Христа, углубляй наши отношения с Тобой во имя Иисуса Христа, делай их еще более близкими, еще более интимными, еще более романтическими во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус, благодарю Тебя, Господи, Ты всемогущий Бог, Ты чудесный Иисус, и я благодарю Тебя за Твою святую кровь, которую Ты пролил на кресте, и воспоминания о Твоей жертве мы творим, это причастие во имя Иисуса Христа. И то, что мы говорим, то, о чем мы верим, то, о чем я говорю, Ты этим обрядом мы подтверждаем во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя. Все, что Ты будешь открывать сегодня, все, что Ты будешь нам показывать во имя Иисуса Христа, открывает нам все новое во имя Иисуса. И чтобы мы в это все вникли, чтобы мы это все съели, чтобы мы это все поглотили во имя Иисуса Христа, чтобы мы это растворили во имя Иисуса, свою веру во имя Иисуса Христа, чтобы принесло пользу, чтобы принесло плоды во имя Иисуса Христа. Для нашей радости, для нашего счастья, для нашего наслаждения во имя Иисуса Христа. И из наслаждения во имя Иисуса Христа ты действуешь во имя Иисуса Христа. Из наслаждения ты, Иисус, аллилуйя, творишь все новое и создаешь во имя Иисуса Христа. и из наслаждения Ты влияешь во имя Иисуса. Благодарю Тебя на этот мир, который нуждается в Тебе. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Ешьте это все. Пейте это все. Давайте сами споем, возлюбленные. Песня-молитва, которая называется «Течет суд». Она родилась 2 декабря 2011 года. Молись под рукой, песня-молитва со мной. Молись под рукой, песня-молитва со мной. Молись под рукой, песня-молитва со мной. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Не умолкну ради Сиона, на поле правда, как свет не взойдет. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Не умолкну ради Сиона, не умолкну ради Сиона. Такое правда, как свет не взойдет. Аминь. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Не умолкну ради Сиона, такое правда, как свет не взойдет. Аминь. Слава Иисусу. Итак, возлюбленные, сегодня по традиции нашей церкви мы будем молиться по Слову Божьему, напоминать себе и всем вокруг, кто мы есть, в Христе Иисусе, и самим себе напоминать. Через Святого Духа, повторяйте за мной, возлюбленные, братья, склоняйте в мужском роде. Я и Христос одно, я и Отец одно, я обновляюсь Духом ума моего. Я бессмертна, я не пленна, я имею жизни с избытком, я богата на всякое доброе дело, имею всякое довольство. Я исцелилась ранами Иисуса Христа, я любимая невеста Иисуса Христа. Братья, говорите, я любимый жених Иисус Христос. Я любимая дочь Небесного Отца, я любимый сын Небесного Отца. Я жена Бога, я муж Божий, я желанная и вожделенная, я чистая и совершенная, я победила в мир своей веры. Я никому ничего не должна, кроме взаимной любви. Я искуплена кровью Христа от суетной жизни. Я прославлена, я вознесена, я воскресла со Христом. Я животворена, я посажена на небесах во Христе Иисусе. Я прекраснейшая из женщин, я словно лилия среди термий. То я возлюбленная Твоя среди девиц. Я словно яблоня среди лесных деревьев. То я возлюбленная Твоя среди юношей. У меня ум Христов, у меня мудрость, ходящая свыше. Я благословенна, я всезнающая, я вездесущая, я всемогущая, я чудесная, я сверхъестественная, я талантливая, я милосердная, я долготерпеливая, я многомилостивая, я истинная, я великолепная, я величественная. Я кроткая, я праведная, я святая, я непорочная, я благодарная, я блаженная, я совершенная, я радостная, я веселая, я успешная, я насыщенная, я блестающая, я плодовитая лоза, я славная, я аминь, я аллилуйя. Я сидящая на великом белом престоле, мое лицо превосходит солнечное сияние, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Я великий город Иерусалим, новый, сходящий с неба от Бога, как невеста, украшенную для мужа своего. Еще много-много я кто? Аллилуйя. Я есмь, то, кто я есмь. Аллилуйя. Я есмь, сущий. Аллилуйя. Слава Иисусу. Ну что, драгоценные, сегодня у нас на очереди размышления над Словом Божьим. Открываем Священное Писание. Исход, 17 глава, 11 стих. Пожалуйста. Минуточку. Исход, 17-11. Как евреи выходили из египетского рабства. Она же мало интересует, да, как евреи выходили из египетского рабства. Нас интересует, как я и ты лично выходим из рабства дьявола. Итак, исход, 17-11. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. И когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Амаликитяне – это враги Израиля. Они воевали, израильтяне, с Амаликитяном. Наш враг – дьявол, мы знаем, да. И если провести аналогию, то наш враг – это дьявол, это бесы, это духи нечистые, с которыми мы ведем духовную брать. Аллилуйя. И христиане, да, обычно руки вверх поднимают, да, славят Иисуса. И это, кстати, очень важно – поднимать руки вверх. Потому что это имеет очень большое духовное значение. И поэтому я вам всем советую, драгоценные братья и сестры, почаще поднимать руки. Во-первых, это свобода нашего дыхания. В таком положении легче дышится. Во-вторых, ты даешь знак Богу, да, что ты простираешь руки по направлению к Богу. Конечно, Бог в нас, но все равно наша поза имеет большое значение. То, как мы стоим перед Богом и в каком положении мы находимся. Вот. И Богу легче, Духу Святому, Дух Святой, Он, когда мы именно в таком положении, подняв руки вверх, вот в таком положении, вот. Духу, Дух Святой мы сразу ощущаем, начинаем ощущать присутствие нашего Бога, да, своим физическим телом, начинаем, и своей внутренностью начинаем ощущать присутствие Бога сильнее, нежели когда ты просто ходишь в обычном положении. Поэтому драгоценные, даже если ты ничего не говоришь Богу, но когда ты просто руки вверх поднял, это уже знак, да, и Дух Святой начинает действовать, ангелы начинают действовать, когда именно мы руки вверх поднимаем. И когда мы поклоняемся Богу, мы тоже руки вверх поднимаем. И мы потом читаем, да, что руки у него уставали. Поэтому нам нужны помощники, да, кто будет держать нам наши руки. Вот, и у Моисея были такие Ор и Аарон, которые поддерживали его. В моем случае мне помогает мой помощник, это Святой Дух, да, потому что мы читаем здесь Ветхозаветнюю, историю, да, взаимоотношения человека с Богом, но мы с вами живем по новому завету, и поэтому нашим помощникам для Святой Дух. И мы, он нам помогает держать руки, вот, поднятыми. Дальше идем. Лука 22, 53. Лука 22, 53. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня руку, но теперь ваше время и власть зимы. Я вам хочу сказать, что вот это вот слова Иисуса Христа, сказанные первосвященникам, фарисеям, законникам. Те, которые служили Богу в храме, это люди, которые служили Богу Авраама, Исаака и Иакова. Это люди, которые Бог избрал для того, чтобы служить в храме. И именно этим людям Иисус сказал, да, сколько раз бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня руку. Но теперь Он сказал, ваше время и власть тьмы. Он этих первосвященников называет тьмою. И заметьте, что это служители Божьи, это люди, которых Бог избрал, чтобы служить Богу. И что они сделали? Они пришли арестовать Иисуса. Они пришли в то место, где молился Иисус. Ученики уснули. И да, один Иисус там молился в Гессиманском саду. Его, он так был в таком напряжении, что пот его был, как капли крови. Вот. И он молился, говорил, пронеси чашу в силу меня, Отец мой Небесный. И если можно, да, но не моя воля, но твоя да будет. То есть он знал, что им предстоит Голгофа, что им предстоит крест, что им предстоят мучения, что им предстоит смерть на кресте. Ну, он знал, что он воскреснет, но все равно он, как человек, он ужасался. Вот, ужасался, страшился. В общем, в Иисусе в Манском саду молился от своему Небесному Отцу. И он сказал, что сейчас власть тьмы, он именно этим священникам сказал власть тьмы, потому что они пришли именно совершить с ним то, о чем знает весь мир, да, о том, что Иисус Христос пролил свою кровь на кресте. Иисус из этого сломыв все наши грехи, умер за наши грехи. Вот, и своей кровью он, и ранами его мыслилися. Вот, и это сделали священники, это сделали просвященники, это сделали фарисеи, это сделали служителя Божьи на то время, да, ветхозаветные. Те, которые приносили в жертву животных, приносили, да, тельцов, козлов, там, баранов, голубей, вот, чтобы покрыть грехи народа. И тут пришел сам Бог к людям, да. И он своим телом принес совершенную жертву, которая не просто покрывает грехи, но просто их уничтожает, просто смывает навсегда. Уничтожает, она уничтожила грехи всего мира. Вот эта жертва Иисуса Христа на кресте уничтожила грехи всего мира. Вот, крест. Да, и тут крест у меня, и тут крест, и вот крест. Ты их не себя возьми крест, вы следуй за мной, говорит Иисус. И тем самым ты сбережешь душу свою. И он сказал, вы не поднимали на меня руку. Сколько раз бывала я в храме? То есть поднятие рук, вот, когда поднимаешь руки, ты напоминаешь о том, что пролита кровь за тебя. Пролита кровь, да. Если кровь пролита за меня, то значит, я имею право на благословение. Я имею право на то, чтобы получить милость и благодать для благовременной помощи. Я имею право, чтобы мои грехи были аннулированы, да. Ну, там, вина с меня снята, вот, и так далее. И он говорил, вы не поднимали на меня руку? Сколько раз я бывала в храме, не поднимали. А сейчас решили поднять на меня руки, да. И вы же знаете, что он спас тех, кого... Он любил тех, кто его распинал. И он молился за тех, кто над ним издевался. Он говорил, отче, прости им, ибо не ведут, что творят. И такой фильм есть, да, где итальянские. Где, например, Иисуса. И там он тебе, Пилат, смеялся и говорил, мы знаем, что мы делаем. Мы тебя убиваем. Вот так, с таким сарказмом и смехом. Вот, и над ним жестокие римские солдаты издевались. Избивали его, плевали ему в лицо, ударяли его, покрывали его лицо, да. Чтобы он и говорил, и говорили про реки, кто ударил тебя. Вот. И все эти издевательства заслужили люди. Заслужили... Заслужили нечестивые грешники. Но Иисус, Он так возлюбил нас, да, нечестивых грешников, что решил понести вместо нас наказание. Вот. И если мы в это верим, если мы это принимаем, поднимая руки вверх, мы поднимаем на Него руки. Говорим сейчас, пришла власть тьмы. То есть мы берем, да, свое... Вот. Через кровь Иисуса мы берем. Вот сам... Благодать, милость от Бога. Мы ее не заслужили, но мы берем. Потому что мы поднимаем руки. Вот что означает, вот вообще, руки вверх. Руки вверх. Вот что означает. То есть ты... Происходит заместительная жертва, да. То есть, когда ты поднимаешь руки вверх, ты говоришь, что Иисус из-за меня умер, да. И сейчас я требую исцеления, хотя я не заслужил его. Я требую благословения. Я требую там прощения грехов. Я требую там еще что-то. Когда ты поднимаешь руки вверх. Вот. Это напоминание о том, что сделал Иисус. Это его любовь такая, безусловная. Это он так нас любит. Это он так сам захотел. Вот. И он, конечно же, один раз пострадал, да. Не надо многократно страдать. Это было всего один раз. И вот этот подвиг его теперь навсегда делает нас счастливыми. Навсегда делает нас причастниками божеского естества. Навсегда делает нас святыми, непорочными, праведными, совершенными. То, что мы перечисляли с самого начала. И мы таким образом говорим Богу, да, что сейчас власть тьмы. Потому что никому не хочется кровь свою проливать. Да. Когда ты, если ты донор, там, сдаешь кровь, это, получается, ты свою душу отдаешься тому человеку. Вот. А никто бы не хотел. Да. То, что каждый хочет жить. Вот. И это герой, человек чувствует себя так хорошо, знаете, когда доброе дело сделал. И Бог, он чувствовал себя просто, он радовался за всех нас. То, что он таким подвигом своим, да, спас все человечество от вечной погибели. Вот. Он радовался за нас. И поэтому нам нужно поднимать руки, возносить руки. Если ты понимаешь, да, что осознаешь себя сидящим на престоле, да, что и ты тот, который принимает, да, тот, который принимает поклонение, тот, который сам источник, является сам источником благословения, вот, тогда ты не поднимаешь руки. Но когда ты чувствуешь, что, что, когда ты чувствуешь, да, необходимость в том, что ты что-то сделал неправильно, что-то сделал не так, вот, у тебя есть такое положение тела. Это очень важно. Потому что тело, это тоже, наше тело тоже показывает, мы можем жестами своим телом показывать свое отношение к человеку, да, или к Богу. Вот. Потому что иногда человеку ты там можешь говорить добрые слова, но находиться в неправильной позе, да, или неправильном положении тела там, или как-то... и это будет рассматриваться, ну, потому что мы своим телом тоже показываем свой характер, да. Вот есть разные, как сказать... Своим телом человек может говорить, да, транслировать в мир что-то, вот. И для этого есть танцы, да, вот танцы. И человек танцами может выражать, да, свое нутро. Вот танцами может выражать язык тела, языком тела своего выражать свое... свои предпочтения, да, да. И это тоже важно, да, кому мы поклоняемся, кому... кого мы прославляем своим телом. Олевую. Танцы тоже о многом говорят. Вот движение тела, да. Дальше идем. Иезекий 31.4 Иезекий 31.4 Воды растили его без дна, поднимала его. Реки ее окружали. Питомник его. И она протоки свои посылала ко всем деревам. Дерево полевым. Так, это... 31.4 Здесь говорится о дереве. Пророк Иезекий рассказывает о характере величия и царстве фараона. И производит аналогию его с деревом. То есть мы с вами древо жизни, каждый из нас. Кто-то, кто верит в Иисуса. Мы не дерево познания добра и зла. Мы древо жизни. Алилуйуй, скажи, я древо жизни. И фараон тоже описывает здесь как дерево. И величие фараона, как большое дерево, высокое, со множеством ветвей. Вот. И написано, что воды растили его без дна, поднимала его. Реки ее окружали, то есть реки бездны окружали питомник его. И она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. И... То есть влияние фараона было большое. На все. На всех. Но там описывается о том, что чужеземцы срубили его, ветви его упали. И шумом падения его Бог привел в трепет народы. То есть какой бы ни был велик фараон, да, но у каждого фараона есть свой Моисей. Вот. И если у тебя... Ну... Против тебя никто... Ну, как сказать... Кто бы ни пошел, никто не победит. Понимаете? В чем привилегия тех, кто следует за Иисусом. Вот. Потому что... Перед именем Иисуса написано. Приклонится всякое колено небесно-земных и преисподних. Что бы там с тобой ни делали, как бы тебя там не рубили, не резали, не сжигали, ничего с тобой невозможно сделать. Вот. Ты все равно воскреснешь, ты восстанешь из пепла, да, ты, короче, станешь сильнее. Вот. И в любом случае ты победитель, если ты с Иисусом Христом. Потому что ты древо жизни. Древо жизни невозможно. Ничего с ним делать. Вот. Откровение 5-3-4. Откровение 5-3-4. Откровение 5-3-4. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Откровение 5-3-4. Откровение 5-3-4. Вообще, каждое наше действие, каждое наше слово, каждое наше мысль, оно имеет значение. И оно имеет силу. Так вот, здесь говорится о том, что Агнец Божий был достоин открыть книгу и снять с нее семь печатей. Потому что никто не был достоин, только он. Вот. И от этого зависела судьба всего человечества. Вот. Потому что только он единственный, кто мог открыть эту книгу, а это книга жизни. То есть там записаны имена тех, кто спасен. И пока эта книга не открыта, пока эта книга не распечатана и всем печати не открыты, да, то, в общем, от этого зависит судьба человечества. И только Агнец Божий единственный, кто имеет силу и власть, и тот, кто может открыть эту книгу жизни, это Агнец Божий. Это наш Иисус Христов, заклонный за нас. Агнец Божий единственный, кто открывает эту книгу. Если ты, и пока он не открывает книгу жизни, да, книга жизни, где записано твое имя, ты носишь имя, будто ты жив, но на самом деле ты мертв. Вот. И я хочу сказать, что, да, ты сам можешь, так как я говорю, что я и Отец одно, я и Христос одно, да. То есть в твоих руках есть власть. В твоих руках есть власть. Так как Бог отождествляет тебя с собой, да, ты имеешь сам открыть эту книгу жизни, да, открыть свою книгу жизни и написать там свое имя, потому что... Потому что это все делается верою, верою. Иисус что говорит? Иди, вера твоя спасла тебя, да. Вот. И люди сами придумывали, каким образом получить исцеление. Вот, например, женщина говорила, я сейчас к одежде его прикоснусь и исцелюсь. А он не учил, никто не учил ее, что надо к одежде его прикоснуться и исцелиться. Вот. Ты можешь сказать, вот если я буду слушать проповеди этого человека, то мое имя будет записано в книге жизни. Или если я там, да, во имя Господа Иисуса Христа сделаю это доброе дело, то мое имя будет записано в книге жизни. Вот. То есть ты сам решаешь, да, чтобы твое имя было записано в книге жизни, да. Если я приму Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то мое имя будет записано в книге жизни. Вот. И там семь печатей, семь печатей на этой книге, вот. И дальше в Откровении она, Богослова, написано, да, что это за печати и последовательность их снятия. И все это возлюблено уже произошло здесь и сейчас. То есть если ты верой-то принимаешь, то ты вот сейчас прям живешь этой жизнью вечной. И ты как древо жизни для многих народов, да. Они едят с этого древа жизни и получают исцеление. Они получают благословение, вот, для своей жизни. Аллилуйя. Деяние 17.27. Деяние 17.27. Деяние 17.27. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Аминь. Ну, в контексте, прочитаю. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет. То есть Он живет во мне. Это не в рукотворенный храм, Боже, мое тело. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, давая всему жизнь и дыхание и все. Как Он дает мне жизнь. Он поселился внутри меня и дает мне жизнь. То есть, внутри меня Он дает мне дыхание, Он дает мне жизнь. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. От одной крови Он произвел весь род человеческий. И так мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру, или камни, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Аминь. Слава Иисусу. Это проповедь апостола. Павла, вот, в синагоге, в Салонике, вот, и это он проповедовал о Боге, об Иисусе Христе. Но там не все поверили, там даже посмехались над ним, над этой проповедью. Но были даже те, кто поверил в проповедь апостола Павла, вот, что будет правильно судить Вселенную наш Иисус. Вот, и то, что мы его род, он от одной крови, поэтому говорят все люди братья, да, вот, но есть кровь Христа, которая, это кровь, которой это Божья кровь. Наша кровь, да, она испорчена грехом была, вот, после грехопадения Адама и Евы. И поэтому пришел Иисус, и в нас теперь течет другая кровь. Кровь Божья, чистая, вот, кровь Его, незапачканная, незамаранная, вот, предчистая кровь Иисуса. Вот, и мы теперь стали богами с вами, потому что это был род человеческий, да, от Адама и Евы. А теперь род Божий, да, тоже род Божий был, да, от одной крови он создал всех людей. Но по Новому Завету, вот, если ты, пока ты не покаешься, да, ты будешь судим посредством предопределенного мужа, то есть судим Христом, Иисусом Христом. Но тот, кто верит в Иисуса Христа, написано, на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь, аллилуйя, слава Господу. Это же радостная весть, да, что мы не приходим на суд, аллилуйя. Мы сразу перешли из смерти в жизнь через Иисуса Христа, но тебе след покаяться, да, когда ты покаешься, тогда ты переходишь из смерти в жизнь. Пока не покаялся, то и ждешь суда, да, Бог повелевает тебе покаяться, пока ты не покаялся, ты ждешь этого дня, да, который должен наступить для тебя, да, вот, что пришел суд Божий. В твою жизнь. И то, что происходит в твоей жизни, это уже суды Божьи начались, то есть то, что сейчас есть в твоей жизни, это и есть суд Божий. Это то, как Бог судил тебя, да, сейчас, вот, так ты и живешь, можно так сказать. Не думай, что потом, когда-то будет суд какой-то, вот. Вот, ты сейчас уже живешь, сейчас ты уже подвергаешься суду Божьему, вот. Но когда ты каешься, да, принимаешь Христа, на суд не приходишь, но перешел из смерти в жизнь. То есть имеешь право поднимать руки и требовать, да, благословения, милости Божьей. Вот, если что-то там не так. Дальше. Марка 5,29. Марка 5,29. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Аминь. Ну вот, случай, который я говорила, да, про женщину, что она все, все свое имение на врачей истощила, да, чтобы исцелиться от болезни позорной. Страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровели. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он сказал ей, че, вера твоя спасла тебя. Иди в мир и будь здорова от болезни твоей. Аминь. Слава Иисусу. Видите, она сама поверила, сама придумала, как получить исцеление от Иисуса. Вот, видите, из него вышла сила. Вот. Слава Иисусу. Но он требовал, да, чтобы прославилось имя Божие, чтобы она призналась. Не так вот, знаете, вот втихаря взять исцеление там или еще что-то и промолчать. Нужно прославить Иисуса, что ты получил исцеление, посвидетельствовать о том, что ты там прикоснулся к одежде святого человека. Или за тебя святой человек положил руки там. Или ты слушал проповедь, и ты получил благословение от слышания этой проповеди и так далее. Вот. То есть нужно посвидетельствовать о том, да, прославить Иисуса, то, что ты получил от Иисуса. Вот, чтобы Иисус тебе мог сказать, да, то, что из него выходит сила, да, когда ты соприкасаешься, да, с Сыном Божиим, то от Него выходит сила, потому что ты берешь эту энергию в себе, да, применяешь, да, для получения исцеления, благословения и так далее. Вот. И нужно прославить непременно Бога, да, за исцеление, что бы там ни было. Потому что Бог говорит, кто постыдится меня в мире всем прелюбодейном и грешенном, того и я постыжусь. Вот. Когда приду в славе Отца Небесного. Вот. И поэтому, драгоценные, не стыдитесь благовественницей Христовым. Почему он постыдится? Потому что, скорее всего, тот человек, который не рассказывает, да, о том, что сделал Иисус в его жизни, он, скорее всего, будет падать все равно. Даже если ты получаешь исцеление, оно потом к нему возвращается. Либо там, то есть, если он дальше не растет духовно, то все равно он падает, начинает падать. И тем самым Иисусу будет стыдно за него все равно. А написано, что верующий в меня не постыдится. То есть, если ты веришь в Иисуса Христа, ты не постыдишься, да. Обычно человек когда-то что-то делает не так. Если он что-то делает, ему кажется, с его точки зрения, что-то плохо, да, что ему будет стыдно, если там люди узнают. Вот. Библия говорит о том, что если ты веришь в Иисуса Христа, ты не постыдишься. То есть, тебе не будет ни за что, тебе будет стыдно, понимаете, если ты веришь в Иисус. Вот. Верующий в меня не постыдится, написано. И даже если ты там что-то сделал, то Бог сделает так, что тебе не будет стыдно. Потому что грехи и преступления не вменяются. Если ты веришь в Иисуса, ты прославляешь Его. Если ты искренне всем сердцем веришь, стараешься, да, следуя за Христом, Бог видит. Дальше идем. Четвертый царств, 4.27. Четвертый царств, 4.27. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его и подошел к Геезе, чтобы отвезти ее. Но человек Божий сказал, оставь ее, душа у нее горчина. А Господь скрыл от меня и не объявил мне. Аминь. Слава Иисусу. В общем, здесь рассказывается случай о том, как пришла одна женщина к человеку Божьему. Елисей в данном случае. Вот такой Елисей, последователь Ильи. Илья это тот Божий человек, да, который, который Бог взял на огненные колесницы на небеса. И Елисей это видел. И помазание его перешло, Ильи перешло на Елисея. Вот. В два раза больше он получил помазание. Вот. То есть он... Помазание это царствование, да, это скипетр, это власть. Вот. И это слава Божья. Вот. И к нему, значит, пришла женщина. Да, у нее не было детей, сына. И тут Елисей помолился, в нее родился сын. Но так получилось, что сын заболел, сильно голова у него заболела, и он умер. Вот. И она пришла, значит, к человеку Божию и слуга Елисея. Его звали Гиезель. В общем... Елисей был на горе. То есть гора – это место обитания Бога. И обычно Божьи люди, они находились на возвышенных местах. Вот. И Елисей тоже не был исключением. Он тоже на горе. И вот, и женщина, преодолев, в общем, расстояние такое, да, на гору взобралась. Ухватилась за ноги этого Божьего человека. Вот. И слуга ее хотела отвезти от него. И он говорит, оставь ее. Она скорбит, а Бог скрыл от меня. И, в общем, женщина говорит, не говорила ли я тебе, что не обманывай меня. Вот. Ты сказал, что у меня будет сын, а, короче, он умер. Вот. Получается, что родить сына, да, это еще не значит, что у тебя есть сын. Потому что нужно, чтобы сын вырос, да, и чтобы у тебя была польза от того, что у тебя есть сын. Вот. Вот. Поэтому скажи, у меня есть сын Божий. Вы даже не представляете какое-то благословение и какая-то польза от того, что у тебя есть сын. Иисус Христос, сын Божий. Так вот, эта санамитянка, она прям рыдала, плакала пред очами Божьего человека. Говорила, ты мне обманул, ты сказал, что у меня будет сын. Вот. А он умер. И, в общем, Елисей воскресил сына этой санамитянки и вернул ей, значит, живым и здоровым. Здесь описывается, как он это делал. Вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его, и вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои, и позвал он Геезе, и сказал, позови эту санамитянку. И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего, и подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, взяла сына своего, и пошла. Малилуя, слава Господу. Вот, видите? И очень много там Елисей чудес творил, Божий человек. А вот. И в тебе живет Христос, в нас в себе живет Христос. И мы тоже можем творить чудеса. Вот. Вот. Но сейчас земля наполнится видением Господа, как воду наполняет моря. То есть каждый человек может верить в Иисуса. Вот, да? Написано, не будет учить каждое ближнее своего, и каждое братство, и познает Господа. Потому что все от малого до большого будут знать меня. Вот. И... У Бога много людей, да? И даже вот... У меня вот любимое шоу есть, шоу-маска. Вот. И я с таким удовольствием и наслаждением смотрю. Вот. Для меня это шоу-маска, шоу-маска. Ты мой рай, ты моя сказка. Вот. Вот. Даже Киркоров и то всегда там поздравляет с Пасхой, с Воскресением Иисуса Христа. Даже он верует в Иисуса Христа. Хотя его там ругают, хотя он там... Не совсем ведет, как говорится, христианский образ жизни, но он верит. Вот. И прославляет Иисуса на всю страну. Вот. И прославляет Бога. Иисуса. Вот. Поздравляю вас с Пасхой, с Воскресением Господа Иисуса Христа. Христос воскрес воистину, воскрес. Он на весь телевизор говорит. И чтобы он там не делал, да, как бы его там не ругали, не осуждали. Вот. Но он прославляет и своим талантом. В общем, Бог нам каждому талант дал, каждому свое дело дал. Но мы прославляем свою жизнь Иисуса. Вот. И... В общем, воскресил Иисуса. Иисуса воскресил сына этой сын Митянки, пророк Ииси. А Бог воскресил Иисуса, да. А я молюсь за воскрешение, благодарю Господа за воскрешение моей мамы, Галинки. Вот. Потому что в тот момент, когда я попросила ее, чтобы Бог воскресил ее из мертвых, и земля разрезовская, гробы открылись, и моя мама вышла из могилы. И, в общем, ангелы небесные телепортировали домой, живуя и в полном здравии, в физическом теле. Вот. В тот момент Бог мне ответил уже. И я благодарю Бога за то, что уже ответ есть. Аминь. Потому что вечность — это не время. Вечность — это здесь и тот час. Вечность — это когда ты сказал, и это уже явилось, это уже появилось прям здесь и тот час. Не потом, не вчера, не завтра, а здесь и тот час. Молевое. Сегодня. Не через час, не час назад. А здесь и тот час. В тот момент, когда попросил, уже исполнилось. Аминь. И вот это и есть вера. Это и есть то, что все силы, которые есть во Вселенной, они просто направлены на то, чтобы этот ответ уже явился. Чтобы этот ответ ты уже держал в своих руках. Вот. Что он был уже у тебя, этот ответ. И мы это ощущаем, знаете, внутренне, внутренне. Когда ты внутренне ощущаешь, да, мир Божий, который превыше всякого ума, который соблюдает сердце твоего мышления, твоего Христа Иисуса. Значит, вот, это и есть именно, можно сказать, знамение того, что ответ у тебя уже есть. Аминь. Слава Иисусу. Так. Песни-песни три-четыре. Песни-песни три-четыре. Песни-песни три-четыре. Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя. Ухватилась за него и не отпустила его. Такой ли я не привела его в дом матери моей, во внутренние комнаты родительницы моей. Аминь. Слава Иисусу. Песни-песни три-четыре.